Но я говорю, слушайте, как мы вступили в это? Единственная отрасль народного хозяйства, которую защитили наши власти, это банки. Вот банки оказались вне конкуренции, потому что если бы сейчас сюда запустили западные банки, а те бы стали под 1% годовых давать нашим предприятиям кредиты, то, наверное, было бы несколько по-другому. Но они банки оставили российскими, сделали ставку сумасшедшую, мы не можем жить, развивать производство, а все остальное запустили сюда, в пользу пальмового масла и всякой гадости. И сказали, давайте конкуренцию выигрывайте. Нет, мы должны защитить своего отечественного производителя. Тогда у нас готовится для того, чтобы развиваться, платить нормальную заработную плату, быть конкурентоспособным. И потом, когда мы нарастим свои вот эти мышцы, свое производство, тогда можем вступать в любые организации, но на самом деле, что мы без этого хорошо проживем. Так, распределение между центром и регионом, я ответил, чтобы вы в трудовом кодексе, а я считаю, что трудовой кодекс должен вернуться в прежнее состояние. Нужно больше дать возможности профсоюзам защищать интересы. Интересы простых рабочих. И в хозе, вы там слышали, там вот Грудинин там кому-то квартиру не дал, вот что-то отнял. Нет, там нет такого. У нас принимает решение по выдаче квартир, всех льгот, профсоюзная организация вместо жилищной комиссии. Директор к этому отношения, чтобы не быть обмененным в какой-то коррупции, знаешь, вот девушка понравилась, дала ей квартиру. Нет, такого нет. Жилищная комиссия принимает решение. И профсоюзы должны говорить руководству предприятия, что сделано неправильно. Каждый год совхоз имени Ленина принимает вот такой объемный документ, он называется коллективный договор. Там написано все, что имеет право работник. И это закон для жизни. И наоборот, нормальный руководитель всегда опирается на трудовой коллектив. И на него быстро снимут у нас выборы. Но главное другое. Не может быть нормального бизнеса, если у тебя бедные, нищие люди. Вы, к сожалению, не досмотрели наш ролик про совхоз Ленина. У нас очень хорошая заработная плата. У нас отличные социальные годы. Мы сохранили все принципы социалистические, которые были при коммунистах. И только развили их. И поэтому мы спокойно, я хожу по улицам, живу в одном доме с моими трактористами, и мне благодарны все. У них, знаете, какая проблема? Они боятся, что меня изберут президентом, что у них жизнь хорошая закончится. Если вам предложат должность премьера, ваши действия. Я уже отвечал на этот вопрос. Есть такой мангер Дудь, Юрий Александрович Дудь. Я ему говорю, слушай, если мне предложат, что некоторые люди разворовывали национальное добро. Вот если мы читаем нашу программу, там 20 шагов, я соглашусь стать президентом, если вы не будете лезть в экономику, я проведу национализацию, я сделаю прогрессивный налог, ну, моя команда, я сам сформирую правительство. Доверие, в которое будут ходить люди, которым я верю, они мне не будут посылать министров, которые ничего не понимают, например, в сельском, но очень хорошо командует своими агрохолдингами. Он говорит, я сам наберу людей, и вы мне даете в этом доверие, потому что когда-то премьер-министр Примаков вместе с Маслюковым, ну, они использовали в этом доверие, и они изменили страну за полчаса, понимаете как? Они сделали так, чтобы выгодно стало производить, чтобы банки перестали вывозить деньги за рубеж. Он говорит, ты был в этом доверие, если мне как премьер-министру доверяют, нечего влезть в мои дела. И через год ситуация изменится так же, как она изменилась при Примакове. Тихое вхождение Китая в Сибирь и Дальний Восток. Как предотвратить? Ну, мы уже об этом говорили. Надо, во-первых, отменить совершенно скроменционный к нашей России закон о территориях опережающего развития, где появляются территории в России и на Дальнем Востоке, которые не подвластны законодательству, где территории отдаются на 75 лет в аренду, это фактически продаются, где совершенно обеспционно всякие иностранные инвесторы, так называемые, делают, что хотят. Законы должны быть отменены. Если выгодно производить в Китае гвозди, почему у нас в России невыгодно производить те же гвозди, в чем все из-за границы? Нам нужно сделать так, чтобы наши люди здесь нормально работали, производили, и это было выгодно. Мы должны быть конкурентно способны. А мы почему думаем, что кто-то приедет из Китая, из Финляндии, еще что-то решат? Нет, они просто нас разорят, а потом оставят в том виде, а еще, не дай бог, и захватят. Поэтому экспансия прекращена. Почему в школах поборы? Потому что не в конституции Российской Федерации, потому что власть должна три вещи делать. Лечить, учить и защищать. В нашей программе написано, что на образовании и науку должно быть не меньше 7% бюджета федерального направлено. И, кстати, я сегодня уже говорил один раз об этом, о том, что... Вот представьте себе, наши учителя учат наших детей. И дети, они не должны быть зависимы от того места, где он родился, на Камчатке, в Новосибирске или в Москве. У нас какая-то странная история. Если ребенок родился в Москве, у него лучшее образование, у него более хорошо оплачиваются учителя, у него лучшее школы. А если где-то в другом месте, где-нибудь в деревне, то у него учитель, образование никакое, потому что нет учебных пособий. Надо сделать на всей территории Российской Федерации зарплату учителей, врачей, всех нянечек одинаковой. Потому что они вкладывают силы в наших детей. Дети должны быть одинаково обустроены государством. Тогда не надо будет получать хорошее образование и куда-то везти. Так же, как я выступал у вас в Академгородке. Слушайте, что за глупость. Если ученые работают на Бессибирске, у него зарплата по определению меньше, чем... Ну почему? У него мозги по-другому работают. Значит, видите ли, это зависит от указа президента, который написал, что должна быть 200% от среднего по региону. Причем тут, извините меня, ученые. Они вообще ни при чем. Они работают в институте и наук. И они должны получать равную, высокую заработную работу. И мы этого не работаем. Гарантия перворабочего места у молодых спецов. Да, у нас написано, что обязательно государство должно обеспечить, как это было в Советском Союзе, первое рабочее место каждому. И должно быть достойную зарплату этому молодому специалисту. Он должен знать, зачем он учился. Образование и образовательные услуги. Ну вот в этом главная проблема. Никаких услуг, медицинских услуг, образовательных услуг. У нас уже получилось. Образование зависит... А вот мы сегодня были в вашем аграрном университете. Образование зависит от того количества денег, которое они собрали с родителей. Ну это ненормально. Вот все говорят, вот мы там построим капиталистическое общество. Вы знаете, что в Германии все бесплатное образование. Вообще для всех, даже для иностранцев. Они сделали высшее образование, ну уж не говоря о среднем и среднем специальном, бесплатным. И в Финляндии все образование бесплатное. Они капиталистическая страна. Мы говорим, слушайте, мы записали у себя в Конституции, что Россия это социальное государство, образование бесплатным, а потом кто-то... Какими-то другими законами поменялся. Надо вернуться бесплатным образованием. Никаких поборов стоит быть не большим. Малая региональная авиация. Ваше мнение? Вы знаете, что в Советском Союзе была такая компания, она сейчас есть и Аэрофлот. Вы знаете, что она когда-то в Советском Союзе сделала первое место в мире по количеству перевезенных пассажиров. То есть тогда билеты были доступными настолько, что все летали самолетами. А потом изменили все. И как будто бы государственная корпорация Аэрофлот, ну и на самом деле это государство сделало так, что мы стали нищими, из города в город переехать уже проблема. Нам говорят, вот вы открыли границы. А вы знаете, что 100 миллионов наших сагранных не могут в соседний город выехать, не то что вылететь. Она говорит, а почему? А потому что билеты сумасшедшие цены, а одновременно с этим у людей вообще денег нет. Они двинуться никуда не могут. Надо сделать людей богатыми, а тарифы, в том числе на авиаперевозки, на железнодорожные, вменяемыми. Тогда начнут люди летать. И в том числе и малая авиация поднимется. Коллекторы. В программе 20 шагов записано, что надо разобраться с этими микрофинансовыми организациями и с банками. Во-первых, надо списать все эти долги. Тогда коллекторам делать будет нечего. Потому что государство фактически сделало следующее. Оно сначала не повышает пенсии и заработные платы и гонит всех в кредиты. А потом люди не могут, поскольку зарплата не повышается, а процент там такой, что не дай бог, люди попадают в долговую кабалу. То есть государство загоняет их в долговую кабалу. Потом, значит, люди не могут отдать кредиты, а потом с этой стороны приходят коллекторы, которые начинают, извините меня, на мой взгляд, вообще немыслимые вещи. То есть им позволено то, что даже правоохранительным органам не позволено. Поэтому это надо прекращать. Надо вообще на самом деле поменять. У нас, кстати, записано, что главные банки должны быть государственными. Проценты этих банков должны быть такими, чтобы человек мог развиваться нормально. Такой интересный вопрос. Первый раз его задали. Ваше отношение к ЧВК, это частные военные компании. Слушайте, это русские люди. Их сначала... Почему бы не сделать их военнослужащим, который защищает интересы России, и платить им нормальную заработную плату? Почему мы берем взрослых людей, загоняем их в какие-то частные компании, которые выполняют какие-то, скажем так, непонятные мне функции за рубежом? Это зачем вообще нужно? Я считаю, что военная компания должна быть одна. Вооруженные силы Российской Федерации. И они должны защищать интересы России. И эти люди должны получать нормальную зарплату. И не надо что-то поручать частным военным компаниям, а то еще дальше еще хуже будет. Поэтому военные формирования должны быть одни. Российская армия... Кстати, меня беспокоит, что в некоторых кавказских республиках появились военные формирования, которые не подчиняются федеральному руководству. Я против этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова